Совсем скоро эта измельченная в песок горная порода получит вторую жизнь. Сюда, на завод по производству стройматериалов, ее доставляют с одного из городообразующих предприятий Житикары. Рецептуру житикаринской штукатурки и шпаклевки на заводе не раскрывают. Называют лишь два главных компонента – порода и цемент. Мирзамурат Читанов на смену фасует около пяти тонн готовой смеси. Все остальное за человека делает оборудование. Производство полностью автоматизировано. Оборудование на заводе российское. Его удалось купить на грантовые деньги со стороны государства. Принцип работы такой установки напоминает обычный миксер. Идет подача, разгрузка по шнеку, идет дальше. Подача наверх смесительный бункер, где идет перемешивание смеси. Потом идет фасовка. Там средний бункер накопитель, он пропорциям подает. Тут все электроника, все сделано. Сейчас на заводе продолжается обкатка оборудования. Совсем скоро планируется его выход на производственную мощность. На предприятии надеются, что в ближайшем времени их товар сможет составить конкуренцию российским строительным смесям. Начальник участка Тулеба Исабаев отмечает, что сейчас их товар уже на 20% дешевле и качественнее импортного. При этом технологи завода ведут работу по дальнейшему совершенствованию своей продукции, делая упор на его главные преимущества. Во-первых, дает пластичность хорошую, экономию, хорошо растягивается, хорошо ложится. Мы пробовали его и на кирпичную кладку, и на бетон, и на другие основания. Вот здесь вот у нас есть стенды такие, где мы даже на гипсокартон ложим, он хорошо держится и свойства такие у него. Свидетельством высокого спроса товара служит полупустой склад. Готовую продукцию покупателям отгружают практически со станка. На заводе отмечают, что большая часть товара идет в южные регионы страны. Местные предприниматели покупать строительные смеси на основе горной породы не торопятся. Исключениями служат скорее рядовые покупатели. Бауржан Иржанов, Андрей Деменок, РТН, Житикара. Продолжение следует...